Издательство Эксмо представляет Анатолий Карпов. Жизнь и шахматы. Моя автобиография. Глава первая. Начало пути. Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно необходимо во всяком благоустроенном семействе. Александр Сергеевич Пушкин. Первое знакомство. Шах! Ферзь мгновения парит над полем и почти бесшумно останавливается перед королем противника. С кровати мне не видно доски, но по напряженной позе отца я понимаю, что это еще не финал. Соперник может ускользнуть, придумать ловкий ход, изменить позицию, провести мощную атаку и вырвать победу. В комнате висит тишина. Серьезная, но не тяжелая. Нет в ней ни гнета, ни бремени, ни опасности. Мне спокойно и радостно от этой тишины. Будь я чуть старше, я бы мог назвать это состояние гармонией, умиротворением, безмятежностью. Но мне только четыре, и я пока не умею разбираться в своих внутренних настроениях. Однако чувствую, что как только деревянные фигуры начинают свое волшебное движение по клеткам, что-то внутри меня отзывается какой-то чудесной мелодией, которая не слышна другим. А мной она овладевает совершенно. Заставляет вдохновенно следить за неспешным маршем то робких, то просто деловых, то неожиданно решительных пешек. Неотрывно наблюдать за плавным скольжением вовсе не грузных слонов и за резкими скачками грациозных коней. Поглядывать на строгую неприступную башню, называемую ладьей, и стараться предугадать, когда из терпеливого стража-охранника она преобразится в грозного воина. Сопереживать королю, которого, несмотря на все старания верного войска, неминуемо ждет поражения. И восхищаться и преклоняться перед доблестью, благородством, жертвенностью и мастерством ферзя. Я прикрываю глаза и снова вижу плывущую над доской белую фигуру. Она тонкая и изящна, но обманчивая легкость не может заставить забыть о скрытой в ней силе и власти, которую она постоянно проявляет на поле, придавая сражению ту остроту и накал, без которых невозможна ни одна настоящая битва. Если король терпеливый тактик, ожидающий от своей армии хитрых ходов и блестящих атак, то ферзь — отчаянный полководец и вместе с тем мудрый стратег, умеющий не только нападать, но и маневрировать, и при необходимости отступить, передохнуть, снова собраться и так развернуть на поле свои войска, что сопернику неминуемо придется отойти и признать поражение. Ферзь в моем воображении вальсирует над доской, и я, конечно, не слышу приближающихся к кровати шагов. «Опять?» — строгий вопрос мамы обрывает мелодию. Ферзь падает, и мне кажется, я слышу громкий стук деревянной фигуры. Распахиваю глаза и понимаю, что стук действительно был. Это сосед положил короля на доску, признавая превосходство отца. «Мне неуютно под строгим взглядом матери. Я пойман, увлечен, застукан. Ведь она строго-настрого запретила мне играть даже воображение. Почему-то мое увлечение доской и фигурами казалось ей страшным и опасным. Она настолько привыкла бояться за мое физическое здоровье, что живой интерес к шахматам у маленького ребенка показался ей симптомом психического недуга. Страхи эти вполне объяснимы. Мама никак не могла избавиться от страха меня потерять. Ведь это едва не произошло. Мне не было и двух лет, когда коварный каклюш привел меня к порогу смерти. Я задыхался, изо рта шла пена, и врачи, не выбирая выражений, сообщили маме, что часы мои сочтены. Не представляю, как можно выдержать подобную весть, как найти в себе силы куда-то двигаться и что-то делать. Но мама сделала. Послушала двух моих бабушек и священника, которые в три голоса твердили, как будет ужасно, если невинное дитя приставится некрещенным. Решиться на подобный шаг в те годы — огромный риск. Еще был жив Сталин, и, скорее всего, если бы о мамином поступке стало известно, карьера отца закончилась бы в одно мгновение. Но по сравнению со смертью ребенка, ничто не имело значения. Насколько же страшно было маме отрывать меня от себя? Насколько жутко было видеть, как меня, полуживого, окунают в ледяную купель? Но холодная вода стала тем самым клином, что вышиб из меня коварный коклюш. От стресса я закричал во всю мочь, а священник засмеялся и объявил свой вердикт. Жить будет. Я выжил, но продолжал доставлять маме постоянные волнения своими бесконечными простудами. Фаренгиты, танзелиты, ларингиты были моими постоянными спутниками. Если и быть благодарным моему плохому здоровью, то только за то, что мама, недолго думая, ушла с работы и посвятила себя заботам обо мне и о моей старшей сестре Ларисе. И сделала она это настолько комфортно и ненавязчиво, что мы, в отличие от многих других детей, которых берегут от детских яслей и садов, выросли не аморфными и инфантильными, а по-настоящему зрелыми и самостоятельными людьми. Моя очередная простуда случилась как раз вскоре после того, как мама, не разобравшись в том, насколько моя возня возле доски близка к настоящим шахматам, забрала ее у меня и решительно запретила брать фигуры. Но запрет только распалил мой интерес, я не мог удержать себя и не хотел. И прежде чем заболеть физически, я успел заболеть ментально, заболеть шахматами. Лежа в кровати под одеялом, из-под которого мне не позволяли вылезать, я обнаружил, что для игры в шахматы совсем не обязательно использовать доску и фигуры. Их можно сколько угодно рисовать воображение, и это нисколько не надоедает. Я настолько увлекся своим открытием, что не заметил, как подошла мама и стала пристально меня рассматривать. Мое поведение и мой внешний вид ее насторожили. Я не спал и не играл с игрушками, но вместе с тем находился в каком-то видимом напряжении, будто решал очень сложную, одному мне ведомую задачу. Мама попыталась окликнуть меня, но я лишь отмахнулся и продолжил витать в собственных мыслях. Мама не знала, что делать, молча наблюдала за мной, а потом спросила, пораженная, «Играешь?» Я только кивнул, соглашаясь, и жестом попросил ее не мешать. «Прекрати немедленно!» Мама повысила голос, нахмурилась, «Я же тебе запретила!» Я не понимал ее негодования, но прекратил. Тем более, что думать во время скандала невозможно. Ощутив мое расслабление и покорность, мама ушла, а я повернулся к стене, чтобы она решила, будто я сплю и больше меня не беспокоила, восстановил в памяти позицию прерванной партии и спокойно продолжил свою игру. С тех пор я играл практически постоянно, и вот опять меня уличили в неповиновении. «Женя!» Мама пристально смотрит на меня, но обращается к отцу. Он снова не спит и, кажется, снова играет. В ее голосе больше растерянности, чем угрозы. И во мне яркими искрящимися лучами вспыхивает надежда. А вдруг? А что если сейчас? Из-за мамы я не вижу отца, который все еще сидит за доской, но чувствую, что он вот-вот что-то ответит. И почему-то уверен в том, что от его ответа зависит все мое будущее. Родители считали меня слишком маленьким, чтобы допустить к шахматам. Очевидно, они считали, что фантазии четырехлетнего ребенка должны быть заняты чем-то другим. Но для меня шахматы были армией солдатиков, которые вели интереснейшие сражения. И неважно, где проходили бои, на ковре или в моей голове, они не становились от этого менее значимыми и захватывающими. Состояние войны, естественно, для любого мальчишки, юноши, мужчины. Если не с кем воевать во внешнем мире, он отыщет демонов внутри себя и снова начнет пытливо думать, вырабатывать стратегию, искать ходы. Так что, в сущности, разыгрывая в уме шахматные партии, я предавался занятию свойственному практически любому человеку мужского пола. «Знаешь, не нуль», — ровный голос отца заставил мое сердце встрепенуться и заколотиться в трепетном ожидании. «Ведь ничего плохого в интересе к шахматам нет». Я уже не мог сдерживать ни улыбки, ни отчаянного желания вскочить с кровати. Я сел и смотрел на отца в нетерпеливом ожидании. «Нет, но...» Мама всплеснула руками и села со мной рядом. От прикосновения ее плеча сразу стало тепло и как-то очень нежно. Я чувствовал ее внутреннее метание, и хотя она продолжала молчать, казалось, слышал ее мысли. Он постоянно болеет. Эти страшные бронхиты. А тут ужасный случай, когда Толю едва вытащили с того света. Ему бы закалку, спорт, коньки или лыжи, или футбол, например. Да все нормальные мальчишки пинают мяч, гоняют казаки-разбойники, стреляют из рогатки, а наш лежит и смотрит в коверной стене невидящим взглядом. И кто его знает, что на самом деле происходит в его голове? Конечно, в интересе к шахматам нет ничего плохого, но его интерес переходит все границы. Но запретный плод сладок, Нина. В тоне отца появляется твердость, с которой мама никогда не спорит. Отец — глава семьи, непререкаемый авторитет и безусловный пример во всем. Вот и сейчас мама кивает, соглашаюсь. И кажется, я вскакиваю еще до того, как услышал призывное. Иди сюда, сынок. Забираюсь к отцу на колени, он спрашивает, «Знаешь, как ходят фигуры?» Киваю и передвигаю несколько пешек, толкаю по диагонали слона, подскакиваю в сторону конем. «Молодец!» Похвала разливается по моим щекам густым и приятным румянцем. Ходы действительно выучил. «А что же такое шахматы на самом деле?» Я молчу, не понимаю вопроса. В чем подвох? Почему спрашивать? Ясно же, что это игра. Белые бьют черных или наоборот. Есть победитель и проигравший. Порой случается ничья. Вот и все, никакой хитрости. Но я уже знаю, что отец не был бы отцом, если бы спрашивал просто так. Поэтому просто пожимаю плечами и терпеливо жду продолжения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok